всем добрая добрейшая сиванское утро у нас было утра раньше и ярская особенно сиванское месяц сиван у нас начался очень пока сейчас не собираются расскажу интересный факт который я узнал вчера я зачем его рассказываю чтобы запомнить он мне очень впечатлил и когда ты хочешь что-то вот и находишь что-то интересное в торе в жизни хочешь это запомнить то нужно нужно его рассказать вот смотрите очень интересная вещь первый месяц первый месяц сейчас якоб иди урок послушай первый месяц года до называется nissan nissan и его это был месяц исхода из еди то его знак какой вы помните наверняка если мы смотрим месяц nissan то как раз приносили в жертву ягненка ягненка и мы знаем что вот этот ягненок баран такой до маленький он значит его приносили в жертву песок да когда это было идол у египтян потом значит второй месяц года вот мы сейчас его закончили называется и яр яр и какой символ яра кто помнит значит уверен что вы помните символ месяца яр как раз это в месяце мая обычно бывает это телец это бык такой до символ бык это царь домашних животных это уже не огненок это уже тоже золотому тельцу поклонялись то есть это символ такого животной природы мира самое сильное и месяц мы заступили месяц сиван какой символ месяца сиван кто помнит кто помнит какой символ месяца сиван или июня кто близнецы правильно близнецы это очень интересно это первый всего из два в знаках зодиака два символа которые обозначают людей это близнецы и дева что интересно и близнецы это идет по третий знак до третий знак то есть уже человеческая природа и что делает из животного человека тора которая была дана в каком месяце сиване как раз стора была дана в сиване месяц близнецы но вместе с тем как человек стал человеком тора да 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 в этот месяц тору получил то это обозначение торы яков его был брат эйса и эйса это антипода это олицетворение зла которая которая есть и эйса следующий месяц у нас будет какой следующий месяц будет тамуз и следующий месяц будет of это два месяца в которые связаны с разрушением храма то есть получение человек получает тору и становится духовным начинают служить богу тут же у него просто сыпается самые низменные животные страсти которые уже выражаются с невероятным интеллектуальным таким выражением да только люди могут придумать газовые камеры животные не могут придумать газовые камеры в которых можно убивать детей но то есть это все все в этом мире идет идет такое как знаете уравновешенная да одно напротив другого поэтому и близнецы тоже знак такое одно напротив другого вот это вчера узнал очень интересно хорошо а мы продолжаем изучать продолжаем изучать книгу которая называется а йом-йом сегодня день и сегодня нам любая числе рыбы напомнил такую вещь значит он нам напоминает что опять же вначале идет про молитву идет начале про молитву идут два совета как именно нюансы произношения молитвы в субботу а на быкок есть такая молитва произносят шёпотом уфро солейного расти над нами произносят стоя то есть он нам дает некие нюансы по по молитве еще раз скажу что нюансы по молитве они очень важны особенно после того как человек уже долго молится и молится уже на автомате правильно то есть тогда ему нужно очень сильно обращать внимание на нюансы и через вот эти вот постоянные как бы обращать внимание на нюансы он опять возвращает свежесть и живость свою молитву потому что если молиться на автомате то там нет никакой живости а вот если ты начинаешь я вот видел как там равзильберн фейер молится да но вот он каждую букву проговаривает каждое слово каждое ударение то есть это все заставляет его быть все время в состоянии полной осознанности и внимания не так губнить как как губняк но на первом этапе на первом этапе нужно больше внимания вкладывать в то что чтобы в принципе молиться понятно да хорошо теперь дальше говорит нам рэп рассказывает в этой книге о том что в 1829 году это очень интересно это уже 200 лет назад почти без там 7 лет почти 200 лет назад всю в субботу значит суббота приходилось на 5 сивана точно как в этом году в этом году суббота тоже придется на 5 сивана а 6 сивана это будет будет шавод то есть у нас будет ближайшее воскресенье шавод день дарования торы праздник поэтому урока не будет это как шаббат праздник шаббат и шавод урока не будет и он говорит представьте в 1829 году точно также получилось и он говорит что был такой рыбы это был 2 рыбы цемакцедак 3 3 4 в цемакцедак и он значит шаббат он сказал несколько мамара мамар это я вам уже говорил у рыбы было такое такая как форма обучения что он входил состояние такого сегодня вы сказали это состояние транса да то есть он включался в какой-то свой внутренний мир и он давал какой-то комментарий глубокий на какой-то отрывок истории но это было вот то что из него как раз выходило называться это мама его приводит что вот он сказал все мама который он сказал, потом они вошли в книгу, которая называется Ликутей Тора, и Рэбб сказал, вот в этот день он сказал вот такой Моамар, в шавот в первый день он сказал такой Моамар, в следующий день он сказал такой Моамар, в следующий такой Моамар. То есть зачем мы сегодня это читаем? Если бы мы были такие профессионалы в Торе, настоящие, то мы бы с вами после урока 20 минут, которые мы изучаем, мы бы открыли бы эти Моамары все и посмотрели бы, что же там Рэбб это сказал. То есть это было какое-то раскрытие Торы, очень глубокое, очень высокое, но так как мы в Торе уделили времени небольшое время, слава Богу, что уделили, слава Богу, что постоянно, слава Богу, что учимся, а не стоим на месте. Но Моамар эти мы, конечно, я лично точно вряд ли прочитаю, хотя стоило бы. Очень интересно, что нам Цема Цеды, Третью Бальше Рэбб, говорил о подготовке в этот праздник. Дальше. Обретение неба на земле. Вот тут нам очень глубокая идея, которая актуальная. То есть Равин из Канады изучал учения Рэббы и выбрал 365 актуальных его идей, которые дают то, что называется небо на земле. То есть ты можешь почувствовать в нашей земной материальной жизни чуть-чуть вот этой вот высокой духовности неба. Значит здесь он дает такую нам идею. Наибольший успех это когда душа, отдалившая сама себя, возвращается. Это и есть выражение ее незакостенелости, ее глубины. Как бы далеко она не отошла, в конце концов она не может оторваться полностью. Качели с ребенком, оттолкнувшись, возвращаются. Чем сильнее их толкаешь, тем выше они возвращаются. Что имеется в виду? Значит имеется в виду следующее. Вот есть душа. Душа святая. Душа часть Всевышнего, она святая. Дальше душа входит в интеллект. В начале и в интеллекте душа дает человеку возможность мечтать, видеть, думать, принимать решения. Дальше душа идет в дальше и она превращается в руах. Руах это намерение. То есть она дает человеку возможность хотеть, намереваться, действовать, желать, сильно желать. Да, это тоже проявление души. Дальше душа проявляется нефеш, животное душа в теле. И когда человек что-то думает, решает сделать и потом хочет это сделать, то его тело шевелится и делает. И даже когда человек спит, его тело все равно продолжает вот этой вот программной душой, да, которая оживляет тело. Тело поддерживается, все процессы идут и так далее. Пока, не дай бог, не сломается какая-то программка. Если она ломается, то у человека могут развиваться какие-то болезни, опухоли, что-то там работает, не работает. То есть раньше называли, когда человек заболевал, все назвали душевные болезни. То есть все болезни тела, это были душевные болезни. Сейчас тоже есть целое направление такое в науке называется психосоматика. То есть как психология переходит на тело. Но в принципе так оно работает, что вот эта вот животная душа, она управляется интеллектуальной душой, а это все, но есть душа-душа, которая часть Всевышнего. Теперь, когда человек, что здесь он нам говорит? Наибольший успех, когда душа, отдалившая сама себя, возвращается. То есть вот сидит человек, у него святая душа, а он говорит, я сейчас буду, значит, займусь, не знаю, там, стану нудистом. Или там каким-нибудь идолопоклонникам, не дай бог. Или просто буду заниматься в, ну, какими-то вещи, которые отдаляют душу от Бога, да, то, что запрещенное. И получается, что он как бы отталкивает свою душу от Всевышнего, от этого света. Но в нем-то душа есть, какими бы грязными делами он не занимался, в нем-то душа есть, и это все, как написано, Айн Руа, глаз видит, ухо слышит, все дела записываются в книгу. То есть это то, что на Востоте называют, создается карма. Он отталкивает его решением, он отходит от Всевышнего, отходит, отходит, отходит. Но у него всегда есть возможность вернуться. И в какой-то момент это известно, что если ты засовываешь пальцы в розетку, то в какой-то момент тебя ударит током. Если ты отдаляешься от Бога, то ты попадаешь в компанию злодеев. А злодеи, они тебя сами накажут. То есть там Всевышнему не надо ничего наказывать. Человек, который идет в опасное место, то опасность его найдет. Он сам туда пришел. Это не то, что Богу надо наказывать кого-то. Отдаляешься от Бога, попадаешь в опасное место. Попадаешь в опасное место, неизбежно тебя начинает косить страданием. И в этот момент человек, он не хочет, он хочет убежать от страдания. Куда он убегает? К святости, ко Всевышнему. И вот это то, что здесь сказано. Наибольший успех, это когда душа, отделившая сама себя, то есть человек своим намерением ушел от Всевышнего, возвращается. То есть чем сильнее ты отдалился, тем сильнее тебя жахнет. Чем сильнее тебя жахнет, тем сильнее ты будешь бежать потом ко Всевышнему и молиться, и плакать, Боженька, спаси, спаси меня Всевышний, я буду хорошим, буду все делать, все. Это так оно работает. И это обретение неба на земле, к сожалению, приходится идти через вот такие качели. И так оно было всегда, и так оно есть, и так оно и будет. Да. Вот. Благословляющий будет благословлен. Теперь мудрость Торы каждый день. Значит, в этой недельной главе нам рассказывается о таком грехе, как прелюбодеяние. Да. И ляжет кто с нею, и скроется это от глаз мужа. То есть если жена изменяет своему мужу, и она изменила, да, с каким-то другим мужчиной, то вот здесь нам объясняется такая идея. Любой грех чудовищен, поскольку еврейский народ замужен за Богом. То есть когда это сравнивается, вот это отношение, что когда еврейский народ изменяет Всевышнему, то это как измена замужней женщины. Это страшный грех, один из самых страшных. И это то, за что есть сразу наказание. То есть именно можно делать какие-то вещи неправильные и так далее. Но самое страшное это сказать, что Бога нет, и нету правды, и нету добра, и нету зла, и вообще системы нет. Это самое страшное. Это вот именно почему это самое страшное. Это лишает человека возможности вернуться ко Всевышнему. Потому что если нет Всевышнего, если нет правды, если нет добра, куда же возвращаться? Если я согрешил, я сделал что-то неправильно, то тогда можно вернуться к правильной. Но если правильно нет, куда же вернуться? И это самое страшное, самое страшное наказание. Значит полностью изменить Всевышнему это страшное, да? Все. Теперь здесь давайте почитаем, это как-то выражено в тексте. И сказал Бог Моше говоря. Это мы сейчас читаем, недельная глава Насо. Значит как в тексте написано. И сказал Бог Моше говоря. Даберль бне Исраэль, скажи сынам Израиля, Ва марта алеем, и скажешь ты им, скажешь ты им. Иш-иш, титисте ишто умала бо маль. Значит вся течья жена совратится и явит неверность. Да. Теперь почему написано два раза? Если иш, мужу мужу, если она изменит. То есть она дважды, дважды изменяет мужу и Всевышнему. Потому что Всевышний сказал, что изменять нельзя. Значит, вот здесь Раша дает очень такой развернутый комментарий. Дает нам устная тора, развернутый комментарий. Очень интересно, кстати. Чья жена совратится? Наши мудрецы учили. При любодеи совершают свой грех, когда находит на них дух безрассудства. Как написано, ну вот это слово, тисте, оно так же, шоте, это дурак, дурь, блажь, сумасшествие. Значит, написано так. При любодействующей женщине лишен разумения. В Мишле написано. Значит, в чем неверность? Ну, кто-то с ней ляжет в этот самый. Дальше написано. Вышахав ишота шехват зера. И человек с ней лег, и произошел у него исход семени. И сокрыто будет от глаз мужа ее. И она утаилась и осквернилась. И свидетеля нет. Значит, свидетеля нет. Никто ее не схватил, никто не видел. Она, значит, думает, ну все отлично, да? Скрылась. Что тогда? Что же тогда? Сейчас, секундочку. И на него найдет дух ревности. То есть, тут очень интересно, это такая глубокая мысль. Я сейчас вам расскажу одну вещь интересную. А бывает, пишется здесь, что на него нашел вот этот дух ревности, но она-то не изменила ему. По факту-то мы не знаем. И что тогда? Что мы отсюда учим? Значит, мы отсюда учим две вещи. Первая вещь, что вот люди очень иногда, иногда люди говорят о своей интуиции. Вот я что-то чувствую, да? Вот говорит человек, я чувствую. Есть у меня, вот у меня один знакомый есть, у него чуйка на все. Но его чуйка, она его подводит в 90% случаев. То есть, что у него чуйка, у него пока не получается. Значит, получается, получается, что, что есть, вот прямо здесь нам Тора говорит, бывает, что действительно есть это понятие как интуиция, что она изменила, и муж чувствует, накрыла его вот эта вот ревность, и она изменила. А бывает, его накрыла верность, и она не изменила. То есть, здесь нам Тора говорит, что с одной стороны бывает, что вот это работает, да, интуиция, а с другой бывает, что не работает. Теперь дальше. Что делать тогда? Значит, эту жертву приносят без масла и без, значит, воскурения. Почему? Потому что это приношение, оно напоминание о грехе. То есть, это, знаете, есть жертвоприношения, которые такие радостные, а есть вот это жертвоприношение, уже он пришел к ней, к священнику, говорит, я жену подозреваю. То есть, уже испортились отношения. То есть, даже если она не изменяла, уже ситуация проблемная. А может, она даже изменяла, уже само по себе вот это, это не очень радостное событие. И когда, когда начинаются в семье какие-то проблемы, какие-то ссоры и так далее, то это вообще очень плохо влияет на всех. На мужа и жену, на детей и так далее. Значит, И он принесет это жертвоприношение перед Богом. И возьмет коэн святую воду. Сейчас мы узнаем. Святая вода, святая вода, специальная вода, в специальном сосуде, в медном была. Значит, и значит, он возьмет из этого медного посуда святую воду и нальет в сосуд глиняный. И от праха, который на земле, возьмет священнослужитель пыли с земли и положит воду. Поставит он ее перед Богом. Растрепает волосы. Она распустит волосы, должна распустить. Вот отсюда идет распущенная женщина, потому что у нее распущенные волосы. В то время и сейчас женщины, которые хотят подчеркнуть свою скромность и что они замужем, они покрывают, они ходят с покрытой головой. А тут она, значит, распустила она свои волосы и положит на ладони ее приношение памятное. Вот это вот жертву он положит, которое приложение зревности. И будет вода горькая, проклятие наводящее. Вот эта вода, где он разбавил вот эту пыль с пола храма, она называется вода горькая, проклятие наводящее. И слушайте дальше, что было. Сейчас прям самое интересное. Проклятие наводящее. Он сделает клятву. Он сделает клятву. И скажет. Значит, если не лежал с тобой никто, и если не совратилась ты осквернением при муже твоем, невредима будешь от этой горькой воды, проклятие наводящее. Но если ты ваатти сатит, если ты совратилась при муже твоем, если ты осквернилась и дал кто-либо тебе возлежание, кроме твоего мужа, И он ее прямо этой клятвой, он ее, ну, как бы, заклинет. И поставит Господь тебя для проклятия и для клятвы среди народа твоего, когда сделает Господь твое бедро опалым, а чрево твое вздутым. То есть, смерть у нее будет такая, что у нее бедра куда-то опадут, а живот вздуется, и она умрет. Представляете? Женщина должна сказать амень, амень, и после этого напишет священнослужителям эти проклятия на свитке, сотрет их в горькую воду тоже, напишет, потом сотрет, и даст выпить женщине эту горькую воду. Представляете вообще, что это творится? И когда она выпьет эту воду, я сейчас пропускаю, даст ей выпить воды, и будет. Если она осквернилась и нарушила верность мужу, то войдет вода, проклятие наводящее, горечью, и вздуется чрево ее, и опадет ее бедро, и станет жена проклятием среди народа своего. А если не осквернилась она, и чиста она, то невредима будет и семенем оплодотвориться, тогда у нее будет хорошее потомство, и будет у нее, наоборот, благословение, очень сильно будет у нее благословение на ее потомство. И, значит, ну вот все, здесь мы закончили. Дальше там есть еще очень много интересного, но мы сейчас пока остановимся. Значит, сегодня очень длинный отрывок, почитайте его. Давайте мы с этим разберемся случаем. Есть целый трактат в Талмуде, называется Сота, который полностью разбирает все эти законы, всю эту ситуацию, целый отдельный вот такой вот том в Талмуде, который все это подробнейшим, подробнейшим образом разбирает, и что интересно, в нем 49 листов. И 49 листов как раз в Хабаде его читают, каждый день изучают один лист в 49 дней Омера, каждый год изучают трактат Сота, вот именно в это время, когда как раз читают этот отрывок в Торе, в письменной Торе. И это очень важный отрывок. Я его не изучал, поэтому я ничего могу, не могу ничего сказать такого глубокого, но могу сказать, что вопрос этот очень важен, и что бывает ревность обоснованная, бывает ревность необоснованная. И этот вопрос прояснит настолько важен, что Всевышний даже дает целый отрывок в Торе, как прояснить этот вопрос, чтобы не было в нем никакого непонимания, и не было в нем никакого подозрения и так далее. То есть это очень важный момент, чтобы были отношения в семье основаны на доверии, и чтобы не было внутри них вот этого недоверия и ревности. Все, значит, а для этого должны женщины вести себя скромно, мужчины должны вести себя скромно, и не давать повода для того, чтобы потом приходилось вот это все разъяснять. Все, дорогие друзья, желаю я всем нам, чтобы был у нас мир в душе, мир в семье, мир в мире, в первую очередь. Я думаю, что от мира в каждом из нас зависит мир в мире. И чтобы Всевышний дал нам благословение в здоровье, в благополучии, в богатстве и в шломбайте, в семейной жизни. Все, удачи всем и успеха, и до завтра. Продолжение следует...